Родовая сила становится благом для того, кто ее имеет, только тогда, когда он научится правильно ее контролировать и управлять ею. Но она может стать и проклятием, если человек не знает, куда ее применить и что с ней делать. Что происходит с человеком, если он получает силу рода? Он сильно меняется на энергоуровне, его энергосистема становится мощнее, а сам он сильнее и физически, и энергетически. Люди, наделенные этим даром, пропускают через себя лучи от инфракрасных до ультрафиолетовых лучей, без всякого вреда для здоровья. Они не боятся облучения, им очень трудно заболеть, заразиться опасно болезнью, потому что их организм под воздействием большого количества энергии начинает мутировать, и клеточная структура восстанавливается в 5 раз быстрее, чем у обычных людей. Если вы часто видите вещи сны, и даже если вы научились предсказывать будущее других людей по картам или снам, то это еще не значит, что вы наделены той силой, о которой идет речь. Запомните, если вам будут передавать родовую силу, то этого никогда не забудете. Поверьте мне, я сутки в себя приходила. И никуда от этого не денетесь, потому что нельзя никому деться от самого себя. И если это с вами случилось, и вы получили то, что заслужили или не заслужили, то теперь вы являетесь избранным в своем роду. И вся ответственность за то, что вы будете менять в своей жизни или в жизни других людей, лежит целиком только на вас. С того момента, когда к вам придет родовая сила, вы ощутите внутри себя необыкновенную мощь, уверенность и желание познать невидимое. Перед вами будут открыты все пути, и все будет вам подвластно. Но то силе, что будет жить внутри вас, необходимо практическое применение, иначе она съест вас изнутри. Она вас просто сожрет. Вы должны будете заниматься своим духовным развитием и многому учиться. Вы должны помогать людям. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!